Глава республики Михаил Игнатьев встретился с депутатами районных собраний и сельских поселений сразу трех муниципальных образований. Рабочая поездка началась с Яльчикского района. Районы Чувашии анализируют итоги 2014 года. Что сделано, сколько еще предстоит сделать и какие ресурсы необходимо для этого задействовать, обсуждают депутаты сельских поселений и районных собраний, главы администрации, а также руководители коммерческих организаций. То есть те люди, которые ответственны за экономическое и социальное развитие территории. Основными вопросами стали сбалансированность бюджета в 2015 году и меры по обеспечению устойчивого развития района. Михаил Игнатьев призвал всех присутствующих к открытому и честному разговору. Еще раз посмотреть на доходную часть бюджета по муниципалитетам, по расходной части бюджета, потому что определенные цифры, отдельные цифры нам надо корректировать с учетом тех процессов, которые происходят в экономике, в финансовой сфере, с учетом удорожания кредитных ресурсов. Руководители органов исполнительной власти охарактеризовали динамику социально-экономического развития района и региона в целом. Сегодня оборот организации увеличен на 13% за 2014 год и два месяца показывает положительную динамику текущего года. Промышленные производства на 2018, все предприятия сельского хозяйства сработали с прибылью. В целом индекс сельского хозяйства тоже значительно выше, чем по республике. Плюс заработные платы по всем категориям, как в бюджетной сфере, так и в экономике выше. Если в экономике на 9% по району, то по социальной сфере это от 5 до 20% с ростом. Плюс тот же показатель, что район работает, это собственное налоговое поступление. Сегодня по итогам 2014 года у вас налоговые поступления выросли почти на 4%. И все же по некоторым направлениям необходимо усилить работу. В Комсомольском районе, к примеру, за последний год значительно снизилось число вновь зарегистрированных предпринимателей. Для района это экономически невыгодно. Налоги в бюджет не поступают, новые рабочие места не создаются. Между тем, правительство России и Чуваши особое внимание уделяет малому бизнесу. Это и финансовая, и консультационная поддержка, которая в условиях кризиса только усиливается. Тогда мы давайте так договоримся. Владимир Александрович, или вы сами еще раз приедете, или заместителя отправите. Надо собрать предпринимателей, ну такие, которые на самом деле имеют предприимчивую жилку, хотят они организовать какое-то производство, но по каким-то причинам они еще не вовлеклись, не зажглись, или думают, что в этот кризис ничего не получится. Поэтому надо довести эту достоверную информацию. И я уверен абсолютно, что в Комсомольском районе еще десятки предпринимателей откроют свое производство. Министр сельского хозяйства Сергей Павлов обратил внимание на проблему Канажского района. Несмотря на то, что посевные площади в 2014 году в целом увеличились, достаточно много земель не вовлечены в оборот. Это именно тот потенциал, который нужно использовать в современных экономических условиях. Есть наметки на то, что в этом году около 2000 гектаров будет введено в оборот. Есть предприятия, которые уже заключили договора аренды. И, соответственно, если официально оформлены договора аренды, мы, в конце концов, будем требовать исполнения в рамках законодательства. Также в качестве основных антикризисных мер были названы оптимизация бюджетных расходов, повышение эффективности использования муниципального имущества, а также поддержка реального сектора экономики. Анастасия Алексеева, Расиль Мухаммедов, Республика.